Ребят, привет! Мусат, привет! Видите, у меня тут на иврите написано Мусат, израильская разведка Мусат. Сейчас в Армении просто бушует шпиономания, на кого работает Лапшин, на кого работает Нейрофикян. Тут еще и прикопали к этому Вадиму Арутюнову антитопор, что он там уже на кого-то работает. На самом деле, все это люблю, это очень прикольно. И я люблю, значит, заниматься троллингом на эту тему. Ну, особенно, когда все это глупость и пиар чей-то и так далее. Я ничего серьезного в этом не вижу. Кратенько просто напомню. Армянский журналист Нейрофикян опубликовал мою переписку с ним, которую он тайно делал, где я говорю про встречу с Николом Пашиняном, на которой Никол Пашинян и его пресс-секретарь Владимир Карапетян говорили о том, что Армения должна решать карабахский вопрос, там неизбежны взаимные уступки. Говорили о том, что нужно открывать границы, что Армения в кризисе, надо выходить из блокады и все прочее и тому подобное. И мне, соответственно, в моем конфликте с Азербайджаном надо, в общем, подумать, как я буду решать свою проблему с Азербайджаном. Впоследствии, после того разговора, я уже выиграл суд в Европейском суде, Азербайджан признан виновным в покушении на убийство, в пытках, их приговорили выплатить мне компенсацию. Ну, Анаири всю эту тему раскрутил, опубликовал, что якобы Лапшин с Пашиняном обсуждали, что надо бы убить несколько тысяч армян для того, чтобы сдать карабах. И якобы Лапшин знал о сдаче Шуши. В общем, это бред, в общем, полный бред. То есть, то, чего на этой встрече абсолютно не было. В общем, между тем, заявленная Наири Ахикянам цель его акции, как борьбы с Николом Пашиняном, который там предал Армению, якобы, все это плавно скатилось в его личные разборки, лично со мной. То есть, что он все позиционирует, как борец за, значит, будущее Армении. Он хочет призвать Николу Пашиняна к ответу. Фактически, что это свелось к борьбе с Лапшиным. То есть, все уже давно забыли, с чего все началось. Сейчас главное, это битва Ахикяна с Лапшиным на ринге. Болельщики с двух сторон делают ставки, аплодируют, обсуждают, выдвигают версии, теории заговора, интервью, статьи в газетах, обсуждения в интернет-группах. Рейтинги Ахикяна стремительно растут. Да, в общем-то, мои тоже растут. Грех жаловаться. Люди активно кликают на рекламу. Например, вот я смотрю, мне за последние видео накликали. Ух ты, 41 доллар. Ну, мелочи приятно. Я думаю, у Наири там просмотров больше. Ему, наверное, на 500 или на 1000 долларов там только за один день накапало. Ну, я не знаю, я говорю только про себя. Что я тут могу сказать? Еще, кстати, журналисты всех СМИ чувствуют горяченькую тему и стоят в очередь на интервью и к нему, и ко мне. Проблема в том, что я все больше убеждаюсь, что целью акции, вот этой всей бури в пустыне, был просто пиар. То есть, вот это вот, что вот сейчас происходит, это и было целью акции Наири. То есть, лично я бы не стал на месте Наири устраивать вот такой пиар. То есть, на самом деле, в пиаре ничего плохого не вижу. То есть, любого журналиста, блогера, общественного деятеля, пиар это все. Причем, не важно, какой пиар. Черный пиар, белый пиар, не важно. То есть, все то, что ведет к тому, что про тебя продолжают помнить и твои имя обсуждать, это хорошо. И для Наири, и для меня, и для всех, кто, значит, занимается журналистикой. Проблема в том, что, мне кажется, не совсем корректно делать самопиар на костях тысяч погибших в Карабахе на потерянных землях. Я думаю, что он это организовал, конечно, ненамеренно. Я надеюсь, возможно, он сам не предполагал, во что все это превратится. Я хочу в это верить, что это было ненамеренно. Ходят слухи, что генпрокуратура Армении проверяет заявление Наири Охекена на предмет совершения ему уголовного преступления. То есть, я имею в виду клевета в адрес главы правительства, что якобы глава правительства и его пресс-секретарь призывали в присутствии Лапшина убивать тысячи армян. И плюс пара других уголовных статей на тему разжигания вражды внутри общества. На мой взгляд, если это правда, то это тоже в интересах Наири Охекена. Поскольку, если власти предпримут какие-то действия правового характера против Наири, то он превратится в святого мученика и жертву режима. То есть, человек, который просто пропиарился, в итоге превратится, знаете, в такого вот святого, знаете, как Иисуса ведут на Голгофу на распятие. Но люди ведь забудут, с чего все началось. А они выйдут на улицы и будут требовать его освобождения. Примерно, как было с самим Николом, который на волне вот этого всего. То есть, выдержал в тюрьме Роберт Кочарян. Потом его арестовали в процессе протестов. В результате это все привело к тому, что он стал на его государство. То есть, вероятно, Наири вот примерно такой же сценарий в виде. То есть, есть этот пиар-шумиха. Это, в общем-то, шанс зайти в политику. То есть, и здесь я считаю, что, в общем, все было задумано журналистам верно. Поэтому, мне кажется, что властям не надо ничего предпринимать в отношении высказываний Наири. Мне так кажется. Я никто в Армении и не мне решать. Но мне кажется. То есть, если они не хотят из этой просто, ну, мелкой провокации, в общем, делать из человека политического деятеля и строить ему карьеру, да, то не надо ничего делать. Достаточно ограничиться гражданским иском со стороны участников разговора. То есть, либо самого Никола Пашиняна, либо пресс-секретаря Владимира Корбетяна, либо там тех двоих-троих людей, которые там были, с которыми я не знаком. Просто искок левите в гражданском поле. И пусть Наири в суде доказывает, что во время того разговора эти государственные чиновники призывали убивать тысячи армян и советовали с Лапшиным. Бред какой. Кто со мной будет советоваться об этом? Где я и где судьба Армении, судьба мира? Лично я был на этой встрече, таких заявлений не слышал. Вероятно, у Наири Ахикяна есть другая информация. Может быть, он был на встрече, записывал это на диктофон тайно. Хотя нас там всех общупали, проверили силохранители, премьер-министр, но может он, конечно, спрятал где-то что-то там. И что-то он где-то записал. Просто я этого никогда не слышал. Потому что такого разговора никогда не было. Ну вот пусть Наири это доказывает в суде. Для этого есть суд. Если он в суд выиграет, то, значит, пусть Никола Пашиняна призовут к ответу. Если он в суд проиграет, а в суд он проиграет, потому что ничего такого не было, соответственно, он будет признан виновным в клевете и заплатит, соответственно, там Пашиняну или Карапетяну какую-нибудь компенсацию. Для этого есть суд. Это демократическая сторона. А я? А что я? Если меня вызовут в суд в качестве свидетеля, то я повторю все то, что уже многократно говорил. Какие могут быть вопросы? Была ли встреча между мной Пашиняном, Владимиром Карапетяном и Наири Охекианом? Да, встреча была. Это не секрет. Кто вас на эту встречу пригласил? Так сам же Наири Охекиана пригласил. Я вообще не слышал ни про какую конференцию в Гаваре, пока мне Наири не позвонил и не сказал, что он согласовал с Николом. Встречу со мной. Был ли разговор на встрече, что Армения в тяжелом положении, неизбежны взаимно уступки в Карабахе, что должны вестись переговоры об открытии границ, снятии плакады и все прочее? Да, правда. Это на встрече говорилось. Говорил ли Владимир Карапетян, либо Никол Пашинян Лапшу? Ну, что следует убить несколько тысяч армян, тогда мы избавимся от Карабаха. Нет. Это ложек клевета. Этого не было. Угрожал ли Владимир Карапетян Лапшу? Ну, что если я не прекращу конфликтовать с Азербайджаном, то мне не следует приезжать в Армению. Еще одна ложка клевета. Никогда такого разговора не было. Опасался ли я за свою жизнь, как вы заявили в записи, которую тайно производил Наири Ахикян? Да, я не отрицаю. Да, я опасался и опасаюсь сейчас за свою жизнь, жизнь своей семьи. Поскольку ситуация в Армении нестабильна, меня могут попытаться убить, либо совершить какую-то провокацию, чтобы скомпрометировать оппозицию, либо наоборот оппозиция может совершить провокацию против меня, чтобы потом повесить это на Пашиняна. Я от них, от всех жду какой-нибудь подляны. Поэтому я не хочу лезть в политику, в армянскую, которая имеет никакого отношения, как иностранец. И я не хочу рисковать своей жизнью и своей семьей ради армянской политики. Разве это нелогично? Что они еще могут спросить? Давал ли я право Наире Ахикянову выкладывать нашу приватную переписку, либо тайно производить записи? Нет, не давал. Да, в принципе, это все, ребят. Этим-то все и закончится, по всей видимости. Если власти не совершат ошибку и не начнут прям всерьез прессовать Наире Ахикяна. Я надеюсь, что с ним ничего делать не будут. Не надо, не надо, как говорят, метать бисер. Не надо, потому что все, что делается против Наире Ахикяна, идет ему на пользу. И вполне возможно, что он так это все и планировал, чтобы его там задержали, арестовали, обыскали. И он тогда, значит, превращается в святого, в Иисуса Христа. Кстати, азербайджан с интересом наблюдает за всем этим шоу, просчитывает, кто за кем стоит. Они внимательно читают комментарии, они смотрят интервью, они смотрят, что говорят аналитики. И политики. Они собирают информацию. А, значит, задумка-то Наире полностью удалась. То есть, если он хотел этого, он это получил. А когда-то мы с Наире были хорошими друзьями, уважали друг друга. Пока он зачем-то не решил меня использовать для самой пиара, вылив на меня кучу лжи. Требует меня подтверждать слова Никола Пашиняна, которые Никол никогда не произносил. Потом стоило мне ехать за границу, что мне как-то трудно реагировать, и вообще я был не в курсе. Так он все это сразу и вывалил. Ну, жаль, жаль, ребят. Но, в конце концов, как я уже сказал, 40 долларов накапало. На Ире накапало, наверное, еще больше. Кликайте на рекламу. Шалом. Мусатман передает шалом. Пока, ребят.